80. Сколько? 2 километра. Мы начали готовиться в апреле. Я тренировалась все лет, а ночью даже и минус. Я бы, наверное, не прошла этот путь без... Допустим, если... Вот так вот, и все. Это что? Я даже не знаю, что это. Вышку самую. Сколько денег ушло. Всем привет! С вами снова Настя и ее сестра Ксюша. Да, и сегодня она опять у нас в гостях на моем канале Анскулайнен. Все подписываемся и все такое. Сегодня будет необычное видео. Я такое еще никогда не снимала. Сегодня моя сестра будет рассказывать о своем замечательном опыте о походе в Лапландию. Но это не просто какой-то поход, а это просто какой-то подвиг на самом деле, потому что сестра прошла на секундочку 82 километра. 82 километра, вы можете себе представить. Сегодня будет небольшое интервью. Она нам расскажет, в общем-то, что и как было. Я здесь включу нарезочку и поехали. У нас сегодня приготовлен вот такой вот замечательный пивчик Клаудберри. Ура! Ура! Ес! И, кстати, подходит под твой свитер. Да, точно. О, май гад! Это просто шикарно! Это просто самое лучшее! Похоже чем-то на бланк в синей бутылке, но тут, наверное, больше слаще. Супер! Отлично! Итак, ребята, моя сестричка была в походе, и сейчас будет небольшое интервью, как у неё всё прошло, потому что это было просто что-то невероятное. Так, давайте начнём с того, что какой у тебя вообще опыт в походах, как долго ты в них ходишь, и как бы что тебя именно завораживает в этой атмосфере? Ну, в походы я хожу именно на такое большое количество километров, никогда не ходила. Вот это был первый раз. А так, я очень люблю летом вот с подругой пойти, допустим, в лес на максимум два дня, но мы обычно ходим на одну ночь. Вот, ну как бы два дня, одна ночь. Вот, ну мне очень нравится, как вот это, как в палатке быть, вот это все, спальный мешок, и готовить на костре, природа, очень всё, как-то перемещаешься из удобства в мир первобытия. Да-да-да, действительно. Хорошо, супер. Ну, давай начнём с того, что как бы такой поход подразумевает то, что к нему нужно очень тщательно подготовиться, ведь правильно? Да, мы начали готовиться уже в апреле, то есть мы, мы, я приехала из этого похода неделю назад, а начали мы готовиться... А сейчас у нас сентябрь, да, сейчас на дворе, и мы начали это всё в апреле. Вот, сначала это была только идея, но когда в мае мы купили уже билеты, и начали уже, это уже чувствовалось, что поездка-то уже всё в кармане, вот, что мы начали готовиться просто конкретно. Вот, читали очень много информации там, потому что всё-таки шесть... Мы шли пять дней, мы были в лесу пять дней, шесть... Нет, наоборот. Пять ночей, шесть дней. Вот, и всё это было восемьдесят два километра. Мы обе... Я была с подругой, она... Это её тоже только первый опыт, никогда мы не были больше одной ночи в лесу, вот, поэтому подготовка должна была быть конкретная. Ну, давай немножко... Даже не пару слов, а конкретный рассказ. Давай сначала о физической подготовке. Нужно ли бы... Нужно ли было себя как-то накачать ноги, или что-то как-то выносливость тренировать? Вот, готовилась ли ты в этом плане как-то? Или делала ли ты какие-то маленькие походы заранее? Да, я тренировалась всё лето, я ходила в походы практически каждые выходные. Вот каждые выходные я с палаткой в лес. Но именно не мышцы, а выносливость, скорее всего, мы тренировали. Это поднимание... Как это? Поднимание вверх. Поднятие? Нет. Хождение вверх. Вот. Либо это в зале. Мы тоже на беговой дорожке тренировались вверх идти. Либо, конечно же, на природе самая лучшая тренироваться в таком плане. Что там ещё было? Да, хорошо. Значит, физическая подготовка у тебя всё-таки была. Хорошо. А что касается экипировки? Потому что на секундочку, на шесть ночей, на пять ночей пойти в поход, это ж нужно с собой всё взять. Что нужно с собой взять для такой поездки? Что нужно для... И вообще, как туда, кстати, добраться? Может быть, это будет следующий вопрос, наверное. Но что нужно с собой взять в такой пакет? Поход. Вот. В поход. Ты переносишь свой дом себе за спину. Итак, мы говорили о экипировке, да? Что нужно с собой взять, и что нужно... Это как маленькая жизнь с собой, да? За спиной. Свой дом, да. Свой дом. Нужно тащить целый дом. Что нужно для похода на пять ночей? Да. За шесть дней выяснилось, что можно себя ограничить в одежде, но не в еде. Вот. Поэтому мы с подругой составили список десяти вещей, которые самые-самые важные в походе. Раз, два, три, четыре, пять, восемь. Восемь. Восемь вещей. И они все здесь, да. Поэтому я сейчас все перечислю, что нам просто настолько пригодилось, что мы решили это вам рассказать. То есть это полезные вещи, это не все вещи. Ты сейчас не принесла палатку с собой. Да, да, да. То есть это полезные вещи, которые нужно всем обязательно взять. Да, да, да. Ну, а вообще, если говорить, что что взять, то, естественно, это палатка, самая лёгкая, которую может... Я покупала... Моя палатка весит килограмм двести грамм. Это очень мало. Потом матрас. У меня матрас весил пятьсот грамм, но он был вот такой вот, довольно-таки широкий. Это я тоже покупала. Спальник я одолжила у друга. Он тоже, по-моему, восемьсот грамм весил. Он всё-таки зимний. Вот. Я пыталась как можно лёгкие вещи брать с собой. Вот. И, естественно, еда, которую я сушила всё сама в этот раз. Может быть, поподробнее об этом, потому что для чего это нужно делать и почему... Что за... Что за... Марта Керго? Да, да, да. Ну, в поход люди берут готовую еду, купленную в магазинах, она в пакетах. То есть просто добавь воды, да. Инвайт, да. Вот. Видя, допустим, какой-то макароны с мясом, там, или картошка с мясом. Воду добавил, ждёшь обычно 15-10 минут, и это всё ешь. Но, как на практике, показалось, что они очень, довольно-таки, безвкусные. И это... Они очень дорогие. Они стоят по 10 евро примерно. И это... Одна порция? Порция стоит примерно 10 евро. Но есть и за 6. Но, представляете, если вы хотите два раза покушать горячую еду, то это уже на секундочку... 20 сончик в день, да. Да. Плюс ещё завтрак. Вот. Поэтому я решила, что я насушу всё сама. Сушилки у меня не было, поэтому я сушила всё в духовке. Ну всё, у вас бюджетный вариант тоже возможен, да? Да. И это происходило так, что всё, что я хотела засушить, а это был в основном нут, чечевица, морковка и грибы. Вот. Я это всё помещала в готовом уже виде. Допустим, если картошка, то она отваренная, если морковка, то она отваренная. Вот. И на ночь открытая духовка на 50 градусов, и это всё благополучно высыхало. Ну, был какой-то казус, что картошка что-то... Расскажи про это, что произошло в какой-то ситуации. Картошку я не так сделала. Надо было её сначала именно отварить, а потом... А я её сначала испекла, а потом засушила, и она была такая твёрдая. Но батат испёкся хорошо, вот, и он... И засушился тоже очень хорошо. Хорошо. Использовала ли ты в итоге эти пакеты свои засушенные? Конечно. Я все... Я даже, если честно, насушила очень много. Пришлось там, по-моему, две пачки выкинуть даже, потому что уже они были достаточно тяжёлые, и нас ждал последний рывок 8 километров вверх. Вот. И мы просто по минимуму всё повыкидывали именно из еды, потому что там же туалет, биотуалет, то есть в туалет можно всё выкинуть, естественно. Да-да-да. Вот. И поэтому пришлось, к сожалению, выкинуть некоторые пакеты. Но всё у меня было очень вкусно вообще просто, мне очень всё понравилось. То есть у вас был и кофеечек, да, на завтрак, и кашка? Каша. Каша была, масло сливочное обязательно мы брали. Как оно себя чувствовало в 5 дней? Оно очень себя хорошо чувствовало, оно ни разу не растаяло. Оно было очень твёрдое. Как? В чём ты его держала? Ни в чём. Оно просто было в рюкзаке всё время, а на улице-то на секундочку всего было плюс 15, плюс 12, а ночью даже и минус, то есть... Ага, то есть всё хорошо. То есть по еде мы разобрались, да? Что было по еде, то есть даже что-то осталось больше, чем надо, да? Да. Хорошо. Так. Вот и сейчас я тогда покажу, какие самые важные вещи. Угу. То есть подруга её сделала. Хорошо. Это... Первое, это протеиновые батончики в перекус, но именно почему я даже специально купила его, он стопроцентный натуральный, потому что тут нету не такого, когда ты его ешь, нет такого, знаешь, противного протеинового вкуса, бывают такие шоколадки. Вот, и тут всё на натуральных орехах и финики, вот, и добавлено ещё миндаль, вот, и какао-нипсы, это что? Это какао-бобы такие серии. Да, какао-бобы, вот, какао-порошок, какао-масло, вот, то есть читайте обязательно, потому что у нас было... У меня были всякие, не только такие, но как только я начала вот такие есть, я думаю, всё, в следующий нужно очень обращать внимание, потому что это всё-таки удовольствие, ты кушаешь с кофейчиком, он сладкий, а сахары тут полезные именно. И даёт энергию, да, самое главное? Да, даёт энергию именно. Yes, так, давай, что следующее, какой следующий твой товар, номер два? Слушай, я думаю, это, наверное, номер один, номер один, хотя нету такого, я сейчас тебе как раз говорила, что нет никакого порядка, но я не знаю, я бы, наверное, не прошла этот путь без походных палок. Трости, да, ещё называют их, походные трости? Ага, походные трости, это было просто, ладно, если бы в гору, на секундочку, рюкзак весил 20 килограмм, и это было просто очень тяжело, особенно поначалу, вот, когда мы приехали, мы отходили в пол четвёртого, а в пол девятого садится солнце, и за это время нужно было пробежать 16 километров, без них я бы точно ничего не пробежала, вот, берите с собой палки, даже если чувствуете, что всё-таки не надо. Так, хорошо, давай номер три что? Номер три это мокрая туалетная бумага. Я не знаю, это, наверное, для тебя шок тоже, если... Нет, нет, не шок, я так и думала. Да, потому что это не только и в туалет сходить, это и протереть тело после длинного дня, вот, или, допустим, там, протереть какую-то поверхность, там, и в туалете протереть, там, это просто... И самое главное то, что оно экологическое, и ты выкидываешь прямо в этот в туалет, что не нужно с собой таскать, потому что во всех лесах всегда свою помойку ты тащишь на своём горбе, да, с собой, то есть нужно очень тщательно, если это тунец, то тунец не в банке, а тунец в картонной коробке, потому что эту, ты выбираешь, ты банку несёшь с собой или картонную коробку. Хорошо, давай четвёртый товар. Это электролиты, я думаю, это они так и называются на русском, вот, если кто не знает, я напомню, что это, это такой порошок, который необходим мышцам, чтобы палаутуа, восстановиться. И тут содержится натриум, калиум, кальсиум, магнезиум, хлорид, какой, витамин С, вот, и морская соль ещё содержится. Это мы пили и утром, и вечером одну такую щепоточку, и мышцы были, как-то не болели почему-то мышцы, вообще, вот колено, да, болело, потому что я за неделю, да, похода я завалилась, вот, колено болело, плечо болело, потому что портфель был не так, рюкзак был не так настроен, вот, а вот мышцы не болели почему-то, мы делали йогу тоже по утрам, но и пили вот эту вот штуку, магнезиум, если даже не электролиты, но магнезиум точно берите с собой. Так, хорошо, тогда что в четвёртом идёт? В четвёртом идёт все вот эти вот тёплые вещи, как я сказала, то, что лучше не взять много одежды, но взять еду, вот, одежду мы нужно выбирать очень тщательно. И качественную, да? И качественную именно одежду из мериноса, из шерсти мериноса, овечечка. Да. Как я рада, что я вообще познакомилась с этим материалом, я думаю, что это решение проблемы, которые я сталкиваюсь из года в год, каждую зиму, что мне настолько холодно, что это очень, я себя очень-очень плохо чувствую, и я не знаю, почему я раньше не знала об этом материале, но сейчас я его приобрела. Ура! У меня, да-да-да, вот у меня сейчас вот это вот уже меринос, вот, и, конечно же, вот эти вот походные штаны, такие штаны, вот эти надеваются именно под подходные штаны, потому что что делает меринос? Он удавляет влагу, весь пот из тела, он выпускает в воздух, и самый прикол, что он не остаётся на одежде, этот ни пот, ни запах, то есть я, вот эти вот штаны, я всю неделю, всю неделю, верите или нет, проходила вот в этой кофте. А мы, я на секундочку прошла 82 километра, вот в одной, вот этой вот, ну, естественно, у меня куртка, которая там была с собой, и она просто не воняла ничем, ее просто вот так вот можно проветрить, допустим, ветер идет, и вот так вот, и все, все. Сухая, да, была она? Она сухая, да, вот, и как бы чистая, потому что она... Супер! Естественно, потом еще стопроцентный шерстяной свитер на привалы, вот, и на ночные посиделки перед костром тоже вот сначала идет мерино, меринос, меринос, и потом идет стопроцентный баран, который он тебя и согревает, и заодно тоже пропускает всю эту влагу, и он тебя греет. Вот, и если дождь или еще хочется от ветра защититься, тогда еще и эту куртку. Так, это у нас пятерочка была или шестерочка уже? Да, это как бы... Пятерочка, да, была? Пятерочка, да. Да, хорошо. Это еще все в пятерочку. А, хорошо, хорошо. Потому что это все шерстяные вещи. Вообще, как на практике, практика показала, то, что нужно надевать два носка. Первый из мериноса, это тоже меринос, тут 60% мериноса, вот, и 30% бамбука, по-моему. Кстати, вот в этой кофте тоже 70% мериноса, да, и 30% бамбука для прочности, потому что, если бы это было бы стопроцентное, оно бы все развалилось сразу же, эти носки. Вот, надевается обычно носок мериноса, чтобы нога дышала, вот, и потом сверху идет утеплитель, вот, это стопроцентная шерсть. Носки тоже идут сверху, но если очень жарко, то, может быть, и один носок. Кстати, тоже я, по-моему, с одним носком тоже шла. Да, но в чем еще прикол, то, что после, 82 километра спустя, ноги были не натерты ни у меня, ни у моей подруги. Шок, шок. Шок, да, и вот еще вот такие вот мне подарили на работе непромокаемовые ботинки, они как будто бы резиновые какие-то. Да, ну, где и слой какой-то есть. Да, эта фирма называется Seal Skins, то есть это как бы кожа, как его, тюленчика, оно реально как, кожа такая тюленя, мы даже проверяли под краном, и там влага не пропускается, вот. Удобные ли они оказались? Очень удобные, очень удобные, я их всего, конечно, два раза надевала там, но это реально того стоило. Хорошо, вот. Так, что еще? Давай следующее. У нас идет, это вот этот вот человек. Это, я не знаю даже как по-русски будет, это Юа Маракко. Наполнитель какой-то воды, для воды, да? Да, это, да, мешок, мешок, пузырь, наверное, для воды. Да, 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 соломон, да, тоже, это, у нас были фильтры с собой, мы фильтровали воду, вот, то есть вода идет сюда, это потом все очень хорошо закрывается, вот так вот, и кладется в рюкзак, вот так вот себе за плечо, а шланг выходит через плечо, и у тебя вода всегда под рукой, то есть если ты хочешь пить, тебе не нужно снимать 20 килограмм, опускать на землю, либо останавливать твоего друга по другу, чтобы передать мне бутылку, и еще кто-то носит тоже здесь впереди, в бутылке, ну, полтора литра, когда тут болтается, это не очень, а если поменьше, тогда это приходится постоянно себе подливать, потому что пить это очень нужно много. Я в первый же день обветрила себе губы, вернее, они настолько все высохли, хотя я выпила 3,5 литра воды. Ты представляешь? А ветер, да, наверное, был? Нет, это потому что сушняк был, просто настолько ты идешь постоянно вверх, тем более мы еще бежали, вот, если бы у меня этого мешка не было, я не знаю, как бы я пила, ну, через бутылку, но это было бы очень неудобно, поэтому это... Хорошо. Да, и, естественно, если такое произойдет, что губы обветрятся, нужна гигиеническая помада. Ее у нас не было ни у меня, ни у моей подруги, мы просто ходили вот с такими обветренными губами. Такого крема, да, не было с собой? У меня был крем, но он с этими, с кислотами, ну, для лица это хапот, поэтому кислоты на губы вообще не шли, вот, так что, да, обязательно. О, мой гад, хорошо, так, вот это что, я даже не знаю, что это, ребята, сейчас останавливаем видео, пишем, что это может быть, а потом сейчас проверите, что это было. Давайте, у меня понятно, я думаю, что это как-то со спичками связано, но это, наверное, нет. Ну, да, да, практически, да. А, кстати, спички хорошо, конечно, брать, но у всех, у всех, у всех, кого мы встречали на пути, они благополучно просырели, вот, а зажигалка работала, то есть, я не знаю, конечно, некоторые предпочитают. Это... Что это? Это штука, которая устанавливается, это какой-то паук. Рэдки кейтин на финском называется, рэдки это что, рэдки это поход, кейтин это... Походный, типа, как котелок. Напишите на русском, как это правильно называется. Сейчас я знаю, меня смотрят точно чуваки, которые ходят в походы. Вот, и мы обе с подругой отметили, что это нужно, чтобы было именно он мощный, чтобы был, потому что это зависит, как будет кипеть вода, вот. Там есть не такие мощные, вот нам тоже другая подруга одолжила. У нас было два таких наподобие, да, у меня, кстати, ну... Это было хорошо, что их было два? Да, их было хорошо, что два, но и, как заметили, то, что вот этот был именно быстрее. Вода закипала, чем на том, поэтому, чтобы он был мощный, вот такой. И, естественно, газ у нас был с собой. Обалдеть! И это всё сюда... А, хотя, ну можно, конечно, мы же на балконе, можно... Ну да, не надо, да. Так вот, показывай, жена. Вот, это всё... 50 грамм газа на человека идёт, то есть... Выглядит как очень мало. Да, да, да. Кажется, что это очень мало. Это мало, да. Так, тут 227, то есть на двоих человек это как бы на два дня вот такого баллона. Да, да, да. Ну вот, у нас был вот такой вот здоровый. Это мой, с которым я летом ходила. Вот, но это имеется в виду то, что на завтрак, обед и ужин приготовить, как бы на два дня вот этот вот такой. У нас был вот такой вот здоровый, 450 грамм он был, и нам его как бы хватило на 6 дней. У нас ещё был вот такой вот маленький, но мы его практически не использовали. Ага, ага. Так. Вот. Так. Это мы подошли к концу? Да, мы подошли к концу, это просто вторая мериносовая, в которой я спала. Ага, ага. А, ещё один был, у меня, к сожалению, его не было с собой, я его выкинула. Это аварус пейто. Это такое одеяло, которое, наверное, знакомо автомобилистам. Да. Автомобилистам. Да, да, да. Да. Это когда вы, если вы попадаете в аварию в зимний период, у вас в заднем багажнике, в багажнике должен быть такое одеяло, которое очень тонкое. Оно напоминает фольгу, вот, и оно как бы удерживает тепло твоего тела, и когда вы ждёте помощь, то есть вы не остываете. Как ты догадалась его взять? Не знаю, как-то я его увидела на распродаже, и оно всего 2 евро стоило, и я хопа, оно вот такое вот, вот такое вот тоненькое, вот помещается. Я думала, а что бы не взять? Слушай, сейчас вспомнила про фонарики, пока не забыла. Хватило ли тебе того, ты взяла такой на лоб фонарь себе, хороший, нехороший, и чем вы пользовались? Отстой. Просто. Вот это вот тоже мы с моей подругой говорили, проверяйте вот эти вот фонарики. Потому что я дома проверила, опа, здорово, классный лет. А надо было на улицу в лес идти смотреть. Там вообще ничего не освещало. У подруги, слава богу, был хороший. Но так как у меня батарея в телефоне хорошая, я потом всё-таки телефонно. А вы ночью разве передвигались? Ну, в туалет, допустим, захотя, конечно. Там очень темно ночью, там же очень темно. Так было жалко, что не увидела северное сияние, конечно. А звёзды были видны? Да, были, были, были видны, да. Так что вот так вот. Так, хорошо, об экипировке поговорили. Теперь давай поговорим о каких-то прикольных моментах, которые произошли, какие-то приятные, да? Или сначала с негативных, можно начать и потом закончить с приятными моментами. Что было самое ужасное в твоём походе? Ну, самое ужасное, наверное, был первый день, потому что вообще нам надо было сначала на поезде ехать, но так как там начали строить эту железную дорогу, перестраивать, то мы полетели на самолёте, и мы прибыли очень поздно как раз в этот город. Вот, и вот начали свой путь в полчетвёртого, и у нас было всего четыре с половиной часа, да, и шестнадцать километров, это и так без портфеля было бы жёстко, а тут у тебя двадцать килограмм за спиной. И это просто, я, по-моему, за четыре километра до финиша, я была прям вся белая просто вообще, и я вот как раз вот эту вот шоколадку мне подруга сунула, вот, и я как раз тогда попила и поела, да, вот это вот самое. Но вы успели, куда вы хотели? Успели, мы всё успели, там такие есть у нас в лесах прям домики с кроватями, ну, естественно, без матрасов, без матрасов, но там просто, допустим, двухъярусная кровать деревянная, и ты свой матрас туда кладёшь. Это было... То есть это означает то, что, несмотря на то, что ты берёшь с собой палатку, ты ей пользуешься не каждый раз, потому что есть вот такие домики деревянные, правильно? Да, если тебе повезёт, и тебе нормально, что с тобой спят и другие люди. А было такое? Конечно, очень много людей было. Да ладно, серьёзно, только хостель. Да, как хостель, да, да, там были даже и немцы, и французы были, и финны, вот, поэтому было очень весело, вот мы всё время вечером обменивались информацией, там, в общем, просто вот как будто ты в путешествии где-то. Вот, тоже у немцев спрашивали про такие домики, как у них есть или нет, и они прям сказали то, что, наверное, у них этот концепт не работало бы, потому что, он говорит, у нас не поддерживалась бы чистота так, как у нас, у нас реально, ты заходишь, а там ничего, всё, просто подметено, крошек ничего нет. Вот, он сказал то, что крысы бы, наверное, развелись. Какая жесть, окей. Поэтому тоже пишите в комментариях, потому что у меня мама, у нас мама сказала то, что в России есть тоже такие домики, кто ходит там в походы, давайте. Я знаю, точно смотрит. Я буду читать, мне очень интересно. Вот, и новые знакомства, так очень здорово, мы познакомились с двумя женщинами, они уже такие были, по-моему, где-то 50 лет вот так были, они бежали просто быстрее нас, вот, и в один момент мы так жалко, что мы с ними разминулись, и мы не успели поменяться номерами, вот, но когда мы к финишной прямой, мы дошли до нашего отеля, мы себе заказали такой, это, сует? Свиту. Свиту, сауны. Мы приходим на ресепшн, и ресепшнист подаёт нам бутылку шампанского и говорит, вам тут презент. И это были вот эти женщины, они оставили нам бутылку шампанского к, как его, к карту? Нет, не карту, открытку, открытку, и написали свои координаты, и мы, естественно, с ними сразу же созвонились, списались. Я так понимаю, что вы встретитесь в какой-то момент. Да, да, к счастью, они из Хельсинки, вот, поэтому мы с ними встретимся. Хорошо. Вот, и ещё, естественно, я хотела увидеть оленей, я никогда не видела оленей вживую, может быть, в зоопарке, наверное, но в зоопарке я была последний раз, я не знаю, когда, вот, но вот так вот вживую, дикую, за оленей, за их пушистые рога, вот, и их я увидела 10 штук, они очень спокойные, очень хорошие, очень красивые, просто. И низкие, да? Ну да, да, кстати, да, очень достаточно низкие. Да, это эти лесные собаки, вот, и я очень всегда хотела увидеть, как растёт клюква, и я увидела, как растёт клюква. У тебя будут фоточки, как клюква растёт? Конечно, очень. Ну вот я вставлю потом. Да, 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 вот, и это... Так, это вот, значит, всякие, значит, таких каких-то ужасных, опасных ситуаций не было. Что по комарам? По комарам ноль. Вообще просто супер. Вот если вы сейчас в отпуске, идите скорее в какой-нибудь поход, потому что от холода спастись можно, от комаров это ужасно спасаться, неприятно. То есть ты рекомендуешь всё-таки осенью идти, да, в Лапландию в поход? Да, я бы, наверное, если бы сейчас был бы выбор, я бы, наверное, всё-таки пошла осенью, потому что хоть и летом и тепло, вот, но нет, я комаров... А что по-русски? То есть осень там уже началась? Да, там уже прям так начиналось, именно не в деревьях было видно, а именно кусты, они уже и красные, вот у клюквы, у клюквы были листочки просто ярко-ярко алые уже. Вау, здорово! Расскажи, в какую местность вы ездили, ты, по-моему, ни разу не назвала. А, точно, мы ездили в Рука. Супер! Это... И вот эти с Рукой финансово. Да, 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 это совершенно другое. Мы начали свой путь с Хаутаярви, вот, и он длился... Это рядом с Кусамо, мы прилетели мы в город Кусамо, потом нас встретили, мы поехали в Хаутаярви, вот, и оттуда мы пешочком пошли как раз. И вариант, это то, что такси стоило 50 евро, да? Да, такси стоило, да, такси очень дорогое. В Лапландии, да, очень дорогое такси? Да, в Лапландии, но такси мы брали, когда мы пришли в Рука, вот, и нам нужно было ехать обратно как бы в Кусамо, вот, и мы заплатили, да, 50 евро за такси, и это было 20 минут езды. То есть цены, как в Хельсинге, вот, практически, но там сервис, конечно, у них вообще, они в костюмчиках там, да. Так, а что вообще по деньгам? Ты подсчитывала, делала какие-то подсчёты? Сколько денег ушло на перелёты, на такси, на хавчик, на всё? С виду можно не брать, потому что это не входит в поход как бы. Да, да. Ты подсчитывала какие-то подсчёты, делала примерно? Ой, нет, и слава богу, потому что я бы, наверное, не поехала бы. Ребята, не считайте деньги. Да, 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 я, конечно, это была всё, эта экипировка стоила очень дорого, именно палатка, но у меня реально была палатка дорогая, она не пропускает ни воду. Так, значит, по деньгам, то есть, ну, поскольку ты постепенно всё приобретала, да? Да, постепенно всё-таки с апреля по сентябрь, естественно, это не так чувствовалось и отражалось на кошельке. Вот, ходите по бэушкам обязательно, просто вообще, я свою куртку офигенную, к сожалению, у меня нет её с собой, я бы показала. Да, вот я обязательно посмотрела на фотки, это просто супер куртка, стоила 5 евро. Она ещё финская, она охотничья куртка, охотничья куртка, которую я приобрела именно в этой бэушке, и вот этот вот, вот этот вот меринос тоже стоил 5 евро, вот, и ещё, по-моему, там что-то, ну, ходите по бэушкам, там могут быть. Хорошо, так, по секундам, да? Хорошо. Ну, а теперь давай какие-то самые классные моменты, вот, что тебя вообще реально поразило? Ты, как бы, ты вообще лягушка-путешественница, ты видела реально очень много чего в мире. Что поразило именно в Лапландии? Наверное, чистота воды всё-таки. Я бы, наверное, хотя у нас был фильтр, но я бы, может быть, могла бы и так прям пить. Но не хотелось брать всё-таки никакой риск, всё-таки первый раз, и так такой долгий путь проделать, и не хотелось просто заканчивать это, поэтому вот, наверное, вода. И какая красота природы вообще, с высоты птичьего полёда, смотреть на вот эти вот верхушки ёлочек, вот эти озёра, вот, что очень чистые вот эти вот домики. Просто они везде, некоторые были солнечными панелями, там можно было телефон зарядить, да, 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 это просто вообще. И как хорошо всё помечено. Ага, то есть навигация, да, очень хорошая? Да, да, если даже что-то случится с вашим телефоном, там всё очень легко. Было ли такое, что вы всё-таки боялись, что вы потерялись? Нет, вообще ни разу такого не было. А чем помечено? Есть какие-то фотки, видео? Ну, там, наверное, на фотке будет такое рыжим пятном, если даже не будет, просто на дереве рыжее пятно, допустим, какое-то, да. И там постоянные знаки, сколько ты прошёл километров. Классно, здорово! То есть это тебя тоже мотивирует? Да, очень. А иногда бесит. Да, бесит. Думаешь, что идёшь, 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 а тут всего-то один километр прошёл. Хорошо. Что было самое сложное? Я спросила, что было самое сложное. Что было самое сложное? Ну, тут у тебя колено, да, болело? Да, колено болело и у меня, и у моей подруги болело целых два колена. Вот, то есть она просто там лекарства пила только так. Вот, про медикаменты хотела. Кстати, медикаменты, да-да-да. У меня был с собой панадол, вот, и всё. В принципе, я пила только один раз, вот, и, в принципе... Для колена? Да, для колена. Только один раз, и всё. Больше я ничего не пила. У меня как бы не было таких вот прям больших проблем. А были змеи? Нет, змеи не было. Какие ещё животные, птицы, может быть, ты про птицу мне какую-то рассказывала классно? Да, там был такой хороший кукель, и я не знаю, кто это на русском. Да, это такая коричневая птица, когда она открывает крылья там всё рыжие. Да, но других не видели мы, животных, воробьи. Мы сюда вставим всякие видео, так что вы всё увидите, как и что было, да, фотографии, видео и так далее. То есть получалось, что у тебя телефон практически не сел вообще никогда, то есть потому что ты могла заряжать в домиках, у тебя был пауэрбанк, который ты, в принципе, не использовала даже по этой причине, да? Да, пауэрбанк я купила такой хороший на четыре раза, по-моему, можно было, и в итоге я зарядила только один раз. Так что, ребята, имейте в виду, что есть такие домики, где реально есть электричество от солнечной батареи. То есть на этом пути, именно на этом пути, из хаутаярви в рука. Ага, окей, супер, хорошо. Ну а теперь давай такие, может быть, какие-то пожелания для тех, кто вообще первый раз отправляется, ну или вообще задумывается о таком походе. Не ссать. Идите, там очень-очень красиво, и как раз научитесь о себе очень много, научитесь готовить походную еду вкусную, и именно рассчитывать силы свои. И вот, а ещё, кстати, один совет был, что мне подруга сказала сказать, что ешь, даже если ты не голоден. Ой, да ладно, то есть чтобы были силы? Жрать, да-да-да. У меня один друг сказал то, что когда он проходил этот поход, он говорит, я жжал всегда. У него просто орехи были в кармане, и он вот так вот идёт, и просто всю дорогу. Он говорит, я ел всегда, на каждом, это, и, как эти русы, Иннат, это что? Изюм. И изюм, орехи, шоколад, вот так вот, потом привал, он там, макарошки, потом опять пройдёт, ещё-ещё, воду-воду, то есть, и, да. То есть очень нужно заботиться о своём, как бы, водонаполнении, да, чтобы вода была, чтобы еда была обязательно, вот. Вот, а что о ментальном здоровье, как вы себя ощущали? Очень хорошо, вообще просто, было очень красиво, спокойно. Дождей не было, кстати? Нет, дождей таких сильных прям не было, только в последний день, когда мы на эту вышку самую забрались, то там начался небольшой шторм, вот. Вот, но он быстро это всё спал, а поэтому... Ну, то есть новичкам ты можешь советовать, или нужно реально тоже сначала себя немножко подготовить, вот такие маленькие походы сначала делать, в Реповесе, как вы ездили, в Нуксио, какие-то вот такие поездочки, или можно сразу же просто вот так вот... Да я тоже, в принципе, новичок, потому что, я говорю, у меня только одну ночь я была... Ну, так вы можете и в парк пойти, не обязательно куда-то... Расскажи, где ты ещё тренировалась? А, да, первый раз я расставила свою палатку на заднем дворе своей подруги, квартиры своей подруги. То есть вообще, тренируйтесь где угодно, где угодно просто, устроите пикник именно во дворе. Класс, здорово, супер, why not, да, если есть возможность? Да. А, если есть такой, как бы, терраса, да, где можно разложить палатку, почему нет? Окей, есть ли ещё что-то, какие-то истории, может быть, какие-то, что, если хочешь поделиться? Да нет. То есть всё рассказали, здорово, это будет классная память тебе и мне, и полезная информация для наших замечательных подписчиков и зрителей. Ура, yes! Ну что, и какие-то негативные, и позитивные моменты, да, и трудные, и ментальные, а всё поговорили, показали экипировку, то есть всё здорово, то есть ты можешь советовать, и я вам, ребята, скажу, что вот эта вот сестра вторая, вот эта вот сестра, которая я, я тоже отправляюсь в поход, и пока не рассказываю, куда. Увидите потом, куда я отправляюсь, да. Вот. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр, я благодарю свою сестричку, что она пришла ко мне сюда на интервью. Спасибо. Си, пожалуйста, спасибо большое. Обязательно прокликивайте ссылочки в описании под этим видео, обязательно пишите комментарии, потому что я точно знаю, что меня смотрят чуваки, которые ходят в походы, это всё круто, ваши впечатления, и если кто-то тоже прошёл этот путь, тоже пишите, какие у вас впечатления об этом походе. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, хорошо, так, а... Блин, что хотела спросить? О, это пойдёт в блогерс. Да, да, да. Так. Пригрелась и... Ага, ага. И очень вкусно. Хорошо. Вот, потом... Сейчас, я подожди, там... На шесть дней, и это просто, конечно, очень-очень сложно. Какой у тебя коллайтер хороший? Твой. Это я чёрно-белого.